Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 мая. Два дня меня не было в эфире. Многие волнуются, отчитываюсь. Привозили внука на субботу. Субботу и половина воскресенья посвятила ему время. Возила его на детскую площадку. Там у нас Наталья Водянова и фонд Обнаженные Сердца. Несколько лет назад площадку классную поставили. С ним занималась. С ним, когда он дома, у меня с ним невозможно ни видео снимать, ничего. Ходит хвостом, отобирает этот фотоаппарат из рук, все выдирает. Надо с ним играть. Бабуля, играй, все. Черепашки-ниндзя. Бабуля, бери. Как он? Бабуля, на и башку играй. На, черепашку, то есть. Все. Сейчас я про похолодание. Вот сейчас прочитала комментарии. Конечно, сердце вот так вот сжимается. У кого-то там что-то замерзло. Кто в саду высадил, а приезжают только на выходной. У кого-то, наоборот, сгорело, не успели открыть. Я сейчас расскажу обстановку у нас. Когда я два дня назад, перед тем, как на выходной уйти с внуком, я показывала, что у меня были укрыты все агротканью. А на заваленке стояли открытые. Но сейчас, так как холод приближается стремительно, вот сегодня ночью было 3, а будущей, вот как прошлой ночью было 3, а сейчас вот этой ночью будет уже 0. И дальше через день будет минус 1. Мы, конечно, я очень взволновалась. Я вчера попросила, мне помогли тут муж с сыном. И к этому кагроткани дополнила вот такой еще полиэтилен. Так что теперь все вот эти... У них тут тепло, у них тут прекрасно. И если будет 0 или минус 1, я за них не боюсь. Конечно, это пришлось потрудиться. Все вот эти тоннели дополнительно укрывать полиэтиленом, это тоже, ну как, трудоемко. Но я зато знаю, что они все у меня выживут. Сейчас дальше пройдусь, покажу, где как укрыло. Укрыли даже малышей на заваленке. Все вчера упаковали, потому что сегодня рабочий день. Дома же никого нет, мне уже никто не поможет, и одной мне это не сделать. Вот вчера вечером полдня трудились, все запаковывали. Смотрите, если все спрашивают, при какой температуре укрывать, можно ли открытые оставлять. Вот когда было ночью плюс 4, 4-3 градуса, у меня стояли только что высаженные две ночи открытые томаты. Им, конечно, холодно. Сейчас покажу как раз вам в тоннелях, что у меня творится. Им, конечно, холодно, но 3 градуса – это та температура, когда томаты не погибают. А если… Ой, подождите, лягу нормально. А если уже, вот как я ожидаю, ноль, естественно, ни один томат у меня голышом не останется. Кстати, посмотрите, как в тоннелях, какой лес разрастается. Вот тут, когда не холодно и не жарко, им самая такая температура. Даже если будет ноль, я не боюсь, потому что они уже переживали. Так, дальше сейчас пойдем. Подождите. Встанем. Тоннель, я не боюсь, потому что он же у меня… Я говорила, несколько слоев, но… А, кстати, вот сейчас покажу экземпляры, которые при трех еще были открытые. Вот этих вчера одних я не закрыла. Это у меня здесь гном. Потом, сейчас скажу, кто еще. Ой, блин. Гном и… А, или нет. Это вот те сорта холодостойкие, которые при трех градусах я спокойно оставляю. Вот у нас, видите, у нас даже еще тюльпаны не расцвели. У нас холодно. У нас даже нарциссы вот только-только расцвели. И сейчас покажу. Видите, вишня. Совсем еще ничего не цветет. Еще никаких листьев сильно нет. И все вот эти скачки. Немножко холод, немножко тепло, потом раз – холод. Немножко тепло – холод. Но я отвлеклась. Вот когда спрашивают, можно ли оставлять при трех градусах не открытие, вы поймите самое главное – сорт в сорту рознь. Если вот эти я оставляю, ренет, гномик, которые толстоногие, которые вот такие толстолистые, которые холодостойкие, то я знаю, что с ними ничего не случится. Но вот сегодня при ноле и их буду закрывать. А если вы оставите индотерминатные, такие капризные, нежные, то, конечно, при трех градусах они будут чувствовать себя намного хуже. Вот только-только начинает свисти примула. Хотя в прошлом году в это время уже свела. И вот те тоннели, которые я вам показывала. Видите, знаете, как я проделано работаю. Все было укрыто дополнительно. Еще вот этим полиэтиленовым. Это мы уже готовимся, как вчера готовились, к сегодняшней ночи, короче, через сутки. Вот даже на заваленке. У меня Анна Астахова спрашивала, вы когда индотерминатные показывали, на заваленке, малыши, будете укрывать или нет? Уже все укрыто. Вот эти крошки тоже у меня укрыты. Потом сейчас сюда покажу. На другой стороне. Вот, которые я показывала. Тоже все укрыто, все запаковано. Укрыта даже грядка ленивка. Все вот с дугами, с прищепками, с такими. Мы ждем вот этого похолодания, которое будет через два дня. Вот даже думаю, не знаю, может быть даже занести грядки переноски, потому что тут укроп, он морозом тоже может дать его. Но редиску мы крупную вчера вырвали. Ну все, ждем холода. Я подготовилась полностью, закрыла все, что высадила. И вот это самое главное, что я всегда говорю. Глядя на меня, многие, конечно, могут тоже рано высадить. Я всегда говорю и на это делаю особый упор, что если вы собираетесь высаживать, вы должны быть готовы к тому, что будет еще похолодание. У вас должны быть все средства, вот эти утепляющие. У меня, я же рассказывала, у меня он там на втором этаже полностью забито дугами, укрывными, старыми вот такими пленками, новыми. Все это из года в год накапливается и лежит. И я точно знаю, что если я их высадила, вот эти томаты, то значит в случае похолодания я готова о них позаботиться. я их обязательно прикрою. Демидов, видите, начинает цвести. Им-то здесь ничего, это у меня хлопоты, заботы, я бегаю, кружусь вокруг них. А у них тут такой микроклимат, они вот уже расщелкиваются, цветочные бутончики. Это значит, что они полностью уже прижились здесь. И как только сейчас, через три дня, три-четыре дня пройдет, у нас через четыре дня установится такое стабильное тепло. Все можно их открывать, привязывать к колушку. Этим я облегчаю. Вот когда многие спрашивают, зачем так рано садить? Этим я, во-первых, спасаю качество вот этой рассады. В стакане они бы сейчас перестояли, разве они начали бы вот так вот, ну как сказать, видите, они как растолстели, они стали демидовцы. Еще толще. Кто спрашивает, почему кудрявые, это характеристика сорта. У них такой кудрявый месистый лист. Вот этой ранней высадкой я и качество рассады спасаю, что они такие тут толстеют, новый лист нарастает, вот уже цветочное, как, ускоряю созревание их, они пораньше будут. И, конечно, освобождаю себе руки. Сейчас, потому что конец мая и начало июня, когда у нас стандартные вот эти даты высадки, тут только юлой будешь крутиться по огороду. Нужно все делать, вскапывать оставшиеся, что не вскопали, высаживать, что не высадили. Вот эти те буду высаживать, которые нельзя в ранние сроки. Не все же вот так рано я могу выкинуть, а вот эти индетерминантные, капризные, их же еще много высаживать. Тут дел будет полно. А это уже будет готово. Вот эта грядка и та, которая между теплицами и ленивая полгрядки, это уже большое облегчение мне будет. Конечно, жаль, что у кого-то что-то замерзает, но тут вот некоторые пишут, что мы ездим туда раз в неделю в выходной и не успели приехать укрыть. Вот это дело такое. Если вы высаживаете, вы, конечно, должны обеспечить им уход. Иначе быть не может. Потому что просто так дежурными вот этими вот просто посадить и полить тут не обойдешься. Ранний срок, особенно у нас, Сибирский регион. Вот у нас сейчас днем, сейчас я стою, 6 градусов. И вроде бы кажется, что солнышко, все. Но вы посмотрите, видите, вот качается ветер холодный. И видно, что к вечеру будет вообще холодно, как бы снежинки не пролетать не стали. Потому что очень холодно. Раз ночью будет ноль, это значит, к вечеру будет все холоднее, холоднее. А солнце, оно обманчивое. Хотя небо голубое, яркое, все вроде хорошо, птички поют. Но я знаю, что холод будет. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok